Дорогие друзья, долгушка ума, молодость, революционер, в старости консерватор Алгоритм мышления человека, он в принципе определяется его воспитанием А также состоит из того, что составляет костяк личности Фактически 50-50 одно дело в воспитаниях Это та среда, в которой мы воспитывались, росли и социализировались А другое дело, в общем-то, личностные устремления, которые могут быть, вернее, даже идут изнутри Из самого, как говорится, высшего Я И 50-50 одно дело воспитывать и перевоспитывать человека А другое дело, как говорится, что он хочет, и куда он стремится, и чем сердце успокоится Это разные вещи Тем не менее, мыслим мы алгоритмами мышления, которые заимствуем у социума И у воспитателей, и у родителей, и у разных-разных людей С которыми нам по жизненному пути довелось встретиться А в принципе, эти алгоритмы мышления, они обладают очень хорошей возможностью Сэкономить энергию на мышление И, в принципе, не прилагая особых усилий, решать повседневные и не совсем повседневные Ну, по крайней мере, тривиальные задачи На самом деле, мы можем сталкиваться с разными проблемами по жизни Ну, вот Эдвард Депо, он, Боно, предложил, как бы, такой вот вариант, достаточно популярный В общем-то, разложить мышление на несколько, так сказать, шесть вариантов И, в общем-то, это каждое мышление Это позитивное мышление, проблемы Позвольте, эмоции, творчество, сообщения, факты Это некая шляпа, которую человек одевает То есть, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от обстановки И в зависимости от того, какими проблемами жизненными он сталкивается Но, на самом деле, конечно, помимо вот этих вот шляп, которые мы можем менять Ну, согласно концепции Эдварда Депо, на самом деле, существуют парадигмальные вещи Мы живем в определенной, как бы, мировоззренческой парадигме И мы ее носители, хотим мы того или не хотим В общем, была религиозная парадигма до революции А стала, как говорится, коммунистическая парадигма И вот мы все знаем, что была Библия Скажет, Библия была, но она и есть Остается на все времена Священное Писание Для людей выцерковленных, для крестьян А что сделали атеисты? Они предложили новую Библию Спортника-атеиста Ну, вот, в 57-м году была издана вот такая книга Тоже толстая, но красная Красная, и на ней, как говорится, в этой книге На все случаи жизни может найти человек ответ Как верующий христианин он читает Библию в метро Может, и в автобусе, и в транспорте, где угодно И дома, и в кровати, и без кровати В общем, в горизонтальном и вертикальном положении Он может читать и заучивать А вот тут вот спутник атеиста В принципе, тоже предлагалось почитать И, как говорится, атеист тогда делается более подкованным В адеином споре с теми, кто является носителями религиозного мировоззрения Но атеистическое и религиозное мировоззрение Они особо не сталкивались Потому что у нас в советское время доминировало атеистическое мировоззрение И, понятное дело, те, кто обладал религиозным мировоззрением Они его особо старались не выпячивать Чтобы не наживать все лишние неприятности А неприятности можно было огрести по полной Ну, а вот когда уже перестройка случилась И перестройка случилась, она, как говорится, это факт Вот тут уж, как говорится, диктатуру накол Все такое прочее Ельцин народ единый И всякие разные прочие Разные партийные билеты стали сжигать И сожгли, в общем, 17 миллионов человек коммунистов Только, в общем, где эти сейчас коммунисты? Неизвестно Они все, как говорится, перекрасились Но нам-то интересно даже не то, что они, собственно говоря, перекрасились Или как-то изменили себе самим А может быть, это были они не те А как бы они делали вид, что они верят в коммунизм А теперь они истинные те Которые верят в христианские ценности, разделяют их Вот где отличить? Или они, так сказать, сейчас делают вид, а внутри коммунисты? В общем-то, очень сложный вопрос Такая дилемма Сжигали все, что можно Но вы видите, 93-й год Баррикады, мы русские, с нами бог То есть, о боге, конечно, вспомнили Понятное дело, массы Потому что они вызвали баррикады В общем, они не хотели в старое, как говорится, прошлое Ну и конец Началось аппарат Университетов Татарстан, например, тоже хотел отделиться Вот на этом снимке мы видим Выдать гражданам Татарстан паспорта государства Татарстан Татарстан, Станус, не знаю Ну, извините меня, Российская Федерация Ну что ж такое Не отпустили, не выдали И правильно сделали В общем, но Пришло, как говорится, время Метаний Время, может быть, когнитивного диссонанса Пришло И наступило, как говорится, Тождество Или не Тождество Ну, в общем, неважно, что Наступила религиозная, как говорится, парадигма Нам на хвосты Атеистические хвосты Эти пришлось заносить И фактически выстроили Вот такие уже были старые стройки Мы знаем, вернее, новые стройки Не прогресс В общем, стройки Потом после Великой Отечественной Восстановим Все эти, так сказать, перекрытия рек Там, поворот с северных рек Когда, так сказать С точностью, так сказать Порослом туда, на север И так далее, и так далее То есть, в общем, грандиозные планы были У стороны Совета Но на самом деле Все поменялось Все поменялось И мы вернулись к традиционным ценностям В общем, как некий символ Был восстановлен Храм Христа Спасителя Который, в общем-то, снесли в 37-м году И на его месте Пытались построить Дом Советов Дворец Советов И венчать этот Дворец Советов Должна была Многометровая статуя Ленина А в мозгах этой статуи Ленина Ну, в смысле, в голове Должны были, в общем-то, разместиться Музеи атеизма И, как говорится По ногтикум Разные, так сказать Мозги выдающихся деятелей В том числе Ленина Бухарина И прочих разных В общем-то, выдающихся дел И Маленковского И прочих разных Маленкова Который, собственно, Богданов Который срадник Ленин И так далее, и так далее В общем, понятное дело Что этим планом Не осуществилось Не удалось осуществиться Большевики и анжи-коммунисты Они, собственно, не смогли это сделать Потому что началась Вторая мировая война А, в общем-то, на месте Разрушенного В общем-то, храма Шеста Спасителя Был бассейн Москва В котором купались И я помню В детстве мы тоже купались И, в общем-то, ходили страшные слухи О том, что люди В черных плащах И в черных, так сказать Этих каких-то комбинезонах Они заплывают в этот бассейн И топят И топят Советских граждан И их детей В общем, поэтому В бассейне Москва Лучше не купаться А он был открытый бассейн Понятное дело Что люди в черных капюшонах Могли прыгать с вышек Или там поджидать под водой А потом схватят за ногу И утащат Ну, понятное, детка В детстве Фантазии Всякие и прочее Но кто-то же эти слухи распространял А это, между прочим Атеистическая пропаганда Так вот Сейчас, конечно, все хорошо Все прекрасно Но вот коммунисты пишут Что, в общем-то, это лавочка торговая Тут вот пирожки можно купить По 25 рублей Можно сходить в туалет 20 рублей А можно, так сказать Аренда зала Церковных соборов 450 тысяч стоит Ну, то есть, там еще и зал В общем-то, есть хороший зал В общем, в котором Собираются там сеноты Прочие разные Иногда Иногда, не всегда Тут есть обед у нас В трапезной Который до 200 рублей Можно заплатить Довольно дешево Почистить пальто Можно в химчистке 600 рублей А помыть машину Можно 200-500 рублей Ну, и также Там аренда В общем-то Парковочного места В общем-то Подземный Автоплатный Может быть Не платный Ну, раз она 82 тысячи стоит Значит, в общем-то Она платная Все-таки Автостоянка Она двухъярусовая И прочее Разное То есть, конечно Все изменилось Все изменилось Дорогие друзья И, в общем-то Кто изменил? Наши советские граждане Они не захотели Быть совками Они, в общем-то Вышли В 91-м году С всякими лозунгами Как мы помним ГКЧП Долой 7 ноября День национальной трагедии В общем-то Ну, и понятно В общем-то Парад суверенитетов Начался Живые Незалежные Беларуси Беларусь туда же Ну, сейчас она уже Типа, так сказать Союзное государство Вроде того Но, тем не менее А уж, как говорится Идь, КПРС В общем Прочее Украина Там Лай-ля Прочее Разные вещи В общем Как говорится Проскакивает Все Нюансы Август Август Как говорится 33 года Прошло Как говорится Вроде того А, в общем-то Понятное дело Воспоминается Что? Что с таким Как говорится Энтузиазмом Строили все Эти наши Днепрогрессы Плотины И прочие Разные Комплексы Народного хозяйства Заводы Фабрики Которые В общем-то Обещали рабочим Но не отдали А, в принципе Теперь С не меньшим Наслаждением Как говорится И с Энтузиазмом Все это Разрушают Коллективное добро И коллективное хозяйство Которые Сами же И строили Но Понятное дело Что разрушители Это не И создатели Это разные люди Но по крайней мере Деды и отцы Наши Все это Создавали В общем-то Под Деды Советского Союза И Ясное дело Что В общем-то Все изменилось Все изменилось И Изменения эти Были они Конечно Страшные Они произошли В общем-то В нашем сознании В первую очередь Произошло То есть Иными словами Наше сознание После 91-го года Оно как-то Изменилось Спрашивается В общем-то А парадигма мышления С атеистической На религиозную Она может так просто Меняться Без последствий Или как Ну понятно Что для некоторых Это трагедия была И некоторые Могли так сказать Плохо себя чувствовать И болеть И прочее Разные Даже умирать От меланхолии От того что Союз разбавился Таких было меньшинство А остальные Выжили И как говорится Приняли Особенно бывшие Протократы Приняли Новую Парадигму Религиозную И фактически В общем-то Ничто не мешает Сегодня Ходить В оцерковленным Нашим Руководителям На крестные ходы И в церковь И помолиться И делать из себя То ли истинно верующих То ли делать вид Что они истинно верующие Но на самом деле Где они были правы Тогда Как говорится Как у Райкина Те За три Вернее Те Вчера За пять рублей Очень Ну очень Крупные А эти Сегодня За три Ну мелкие Но сегодня А те Вчера Но за пять А эти три Но сегодня В общем-то Куда податься Куда податься Бывшему совку Непонятно Непонятно Ну и то же самое Можно сказать И про Дарвин А Дарвин Причем Да потому что Это тоже Парадигмальная вещь Дорогие друзья Мы живем Внутри Матрицы Мы живем Внутри Парадигмы В котором верим И причем Каждый Участник Он усиливает Эту коллективную Волну И гонят Неким Так сказать Форпостом Семиальной Теории Антропогенез И фактически Несторх Такой Антрополог Советский Выписал Тщательно Выписал Из этой книги Четыре Цитаты Где Дарвин Напоминает Что да Там Дреапитеки Они вылезли И стали На четыре На две И прочий Человек Что Четвероруки В другом месте Пишет Дарвин Они стали Предками человека И что звери И прочее Разные Они являются Как говорится Предшественники Современного Человека Которого В общем-то Ждет Слава И величие Вот так вот Пишет Дарвин Писал Вернее Но В принципе Если мы Отвлечемся Абстрагируемся От этих всех Парадигм Эволюционные Этеистические Религиозные А их может быть Масса Вспомним Эту Метафору Со шляпами Которые Предложил Психолог А фактически Мы можем Их одевать И Как говорится Снимать То мы Видим Странную Вещь И как Хорошо Выразил Уинстон Черчилль Которого Мы не признаем И как говорится Осуждаем И который Все это Придумал В 19 Году И Буламутит Черчил В том Пруду Как писал Незабвенный Владимир Семенович Высоцкий В своем Произведении Кто в молодости Не был Революционером У того нет Сердца А кто в старости Не стал Консерваторов У того нет Мозгов Вот так Как говорится Уинстон Наш Как говорится Не наш Черчилль Высказался Тоже в шляпе Кстати говоря Но в черной Черная шляпа Ему к лицу Ну и в принципе Мы можем Индивидуальное сознание Понять И коллективное сознание Когда идет Усиление Коллективного сознания То все люди Начинают Во что-то верить И каждый Участник Этого коллективного действия Он помогает Верить другим И как говорится Чувствует Плечо Собрата Любой индивид И как говорится Справа и слева Сзади И спереди И как говорится В общем Ему некуда податься Ему некуда податься Ему некуда В общем-то Нырнуть И прочее Разное Он вынужден Идти в общем Строю В слаженной Колонии Все куда Куда идут Все и туда И он идет В общем-то Тоже Как заведенный На самом деле В общем-то Были артисты Которые выражали Это В большей степени Вот это коллективное Продигмальное сознание Это мировоззренческую Как бы Ситуционную Явную Такую Вот Сказать Распростершуюся Над всем народом Какой-то Вот Феномен Такого коллективного Сознания И в принципе Михаил Ульянов В фильме Штрихи Портрету Гениально Сыграл Ленина Был отмечен Как говорится Государственной Премией Очень хорошо И в другом Фильме Он тоже сыграл На пути к Ленину 69-й год И все хорошо В общем Образ Ленина Вжился в него Просто говорится Черточка в черточку Вот эти вот Как говорится Морщинки в глаз И прочее Разные Ленинский прищур Ленинские скулы Это Глубокомысленность Мы Ленина Как говорится Не видали Но видали В смысле Только Мавзолея Но и то В таком состоянии Понимательно Что он не мог подняться Хоть он всех живых живее Как говорится И сказать пару фраз Там правильная дорога Идет товарищ А мы смотрели на Ульянова И отрисляли его с Лениным То есть мы Отрисляли у Ульянова С Лениным В наших мозгах То есть Все происходит Внутри индивидуального мозга Если какой-то диссидент Смотрел бы этот фильм Штахик-портрет у Ленина Он бы не вдохновился Он бы вообще не понял Что к чему А уж если бы прилетел Он планетянин Он вообще бы не понял Как говорится В чем экзальтация В чем фишка-то Вот А вдруг Ульянов после этого Играет Как говорится В фильме В другом фильме Он играет Негодяя Отъявленного мерзавца Этот фильм назывался Тишина В принципе И конечно Министр культуры Фурцева Возмутилась Всем сердцем Да как же так После таких Блистательных ролей Ленина Которые были отмечены Советским народом Заслуженным Как говорится Стал Как говорится Во всех осмыслах Артист И он играет Негодяя Подлеца И как говорится Мещанина И прочее Разное Но как Такое может быть И тоже гениально Играет Как говорится Поэтому он не поехал В Париж Вместе со всей съемочной группой И ему запретяли И запрещали Играть Ленина До конца жизни В общем А в конце жизни Он сыграл Но уже не Ленина А черт знает что Ну в общем Об этом не будем То есть Один человек вроде бы Но как он Меняется На сцене В быту Ну в быту Мы не будем говорить Ну и другой фильм Как говорится Вот тоже Ален Делон Недавно почивший Как говорится Вот И Как говорится Не прошла и неделя В своем Знаковом фильме На ярком солнце Он играет такого Как бы по весу Такого Как говорится Который Прихвостня миллионера Прихвостня миллионера Который Мечтает Завладеть Его Состоянием И девушкой И фактически Этот фильм Он В принципе Этот фильм Стал знаковым Тоже Для нашей Текстской культуры Почему он стал знаковым Потому что Вернее Для мировой культуры Потому что Ален Делон Он бы не Как бы не состоялся Как артист Если бы он Ему была предложена Роль миллионера Такого изнежного Такого Как говорится Любимчика Ну в общем Понятно Внешность К тому Располагала Его должны были Укакошить Его собственный Этот самый Приятель И в принципе На этом роли Оканчивалось Он пришел К режиссере К режиссеру К режиссеру К режиссеру К его супруге К супруге Режиссера И стал убеждать Ее Что нет Нет Никогда Не дайте мне Такое В принципе Сейчас Момент Что-то у нас Пошло Не так Тем не менее Он Убеждает Ее Что значит Эту Супругу Режиссера Режиссера Что значит Нет Нет Я должен играть Этого отъявленного Мерзавца И негодяя И в принципе Он его играет Ему стоило Больших трудов Убедить Но он сделал Свою судьбу Потом уже пошли Этот фильм Стал знаком Для его судьбы Его заметили И стали использовать Как говорится В образе Отъявленных Негодяев И всяких Так сказать Хладнокровных Убийц И прочее Разное Вспомним Фильм Самурай И прочее Разные вещи В общем Судьба Лен Далон Очень интересно Повернулась То есть Как он Знал Что собственно А если бы он Сыграл не того А если бы он Сыграл миллионера Только он Никогда бы Не стал миллионером И как говорится Не было у него 36 собак Которых В общем-то Он похоронил В часовне Ну в общем-то Не будем Как говорится Ошуждать Это его личное дело Как говорится Тем более Мир ему праху В общем В человеке Может уживаться Разные начала Вот управлять Своим умом Своим сознанием Это другое дело И таким образом Какой мы вывод Можем сделать Мы можем сделать Парадоксальный вывод Что собственно Человек Может надевать На себя Разные личины Своё сознание Менять И своё парадигмальное Сознание Индивидуальное А уж Что следует Из такого вывода Дальше А из такого вывода Что может быть Не надо Как говорится Упираться Как говорится Когда В общем-то Как баран На новые ворот Смотреть На новую парадигму Собственно Понятное дело Что В России Сейчас нет Как говорится Объединяющей идеи Которая бы Объединяло И коммунистов И религиозных Деятелей И Люди Церковлённых И Шатающихся Праздно Шатающихся Туда-сюда И Вольнодомцев И либералов И демократов И кого ещё И всех-всех-всех Понятное дело Нет Но Может быть Надо разные личины Применять к себе И метод Станиславского К тому подтверждение То есть Фактически По методу Станиславского Мы можем играть Разные роли И человек Который Научился Входить в эту роль Ну Одну, вторую, третью Примеряет на себя Как шляпу Как костюмчик Он уже Как говорится Спокойнее смотрит К этим упражнениям ума Это всего лишь Умственное построение Пусть и коллективно Усиленное Григором Социумом Но всё-таки Это построение ума Хотим мы не хотим Вспомним Как говорится Джузеппе Верди Северский цирюльник Написал Как говорится Пришёл А его не приняли Его тухлыми яйцами Как говорится И помидорами закидали И всё такое прочее А он не огорчался Он человек такой Очень простой Как говорится В душе Видимо И в принципе Он говорит Своим гостям А вот теперь Попробуйте Говорит Ветчину Плато Джузеппе Верди С особым Смаком И шиком Приготовленную Рецепты Па Верди И прочее Чего там Северский цирюльник Ерун Да какая По сравнению С этим паштетом С гусином В общем-то Это просто Не идёт Ни в какой сравнении Поэтому будем думать О паштете Дорогие друзья Не будем думать О политике И вообще Как говорится Не будем забывать Что собственно Мышление наше Оно состоит Из разных парадигм И зависит от нас В какой парадигме Собственно Свой ум Заталкивать И в какой парадигме Прибывать Всего доброго